Здравствуйте, ребята! Улыбнитесь друг к другу. Поэтому вот с таким хорошим настроением мы сегодня начнем с вами занятия. То, что настроение учителя задает тон всему занятию, здесь знают и педагог, и ее студенты, будущие коллеги. Каждый элемент урока им предстоит не просто пройти, а освоить и усвоить, ведь через несколько лет они сами, также своих учеников поведут к знаниям. Когда я еще училась в школе, я не знала, какую специальность хочу выбрать, но у нас в школе проходили курсы по подготовке к колледжу, и меня направили в педагогический колледж. Я как раз познакомилась со всеми преподавателями еще, когда училась в девятом классе. Увидела, как тут все устроено, поучаствовала сама в конкурсе WorldSkills как юниор, и даже прошла финал. Именно Елена Анатольевна, Ольга Сеген-Тарасова, они мне помогали в подготовке к этому конкурсу. И после финала конкурса я решила поступать в педагогический колледж, так как эта профессия меня привлекла, и я решила, ну, буду педагогом. Напоминаю, что на прошлом уроке мы с вами начали изучать тему методы и приемы обучения. Мы с вами узнали, что такое метод и что такое прием. Давайте вспомним, что такое метод. Итак, Айгуль. Это способ достижения чего? Достижения целей и задач. Какого процесса? Учебного процесса. Учебного процесса, спасибо. А что такое прием обучения? Это часть метода. Это часть метода. Елена Анатольевна Звягина, преподаватель высшей квалификационной категории. В разные годы обладательница почетных грамот Министерства образования Ульяновской области и России, Миномбранауки Российской Федерации, призер конкурса «Мастер года-2021». За плечами 25 лет педагогического стажа, а прямо сейчас перед ней студенты второго курса Ульяновского педагогического колледжа, в котором Елена Анатольевна проработала практически всю эту четверть века. Начинался же профессиональный путь в 42-й школе, причем задолго до получения диплома. У меня достаточно большая семья по части педагогов. Первый в нашем таком клане, скажем так, даже не в династии, это тетя моей мамы. Она из Белгородской области, она там работала учительом начальных классов. Мама после педуниверситета, она заканчивала как учитель математики и информатики, но работала учителем начальных классов в 42-й школе, которую я оканчивала. Поэтому, глядя на нее, помогая ей на уроках, на классных мероприятиях, в детском пришкольном лагере, я тоже решила выбрать эту профессию. А сегодня сама растит педагогические династии. В числе студентов Анастасия Володина. 24 года назад ее мама закончила тот же факультет. Елена Анатольевна Злягина была и моим преподавателем. Еще тогда, в начале своей профессиональной деятельности, мы уже видели в ней профессионала, который с большой душой, с большой отдачей относится к своей работе. Педагогика – наука о науке, своеобразная рекурсия. Студенты проходят те же этапы, что и дети на уроке в школе. Таким образом, теория построения занятия закрепляется на практике. Теория без практики мертва. Мы, естественно, изучаем теорию, мы, естественно, изучаем основные понятия, основные принципы, но без подкрепления практикой студент это просто будет, ну, просто будет хранить мертвым грузом. Оно не будет использоваться, это знание. Поэтому, естественно, мы на занятиях, даже там, где много теоретической какой-то информации, всегда используем примеры. Если это практические занятия, то мы решаем кейсы. То есть это ситуация с заданиями, и студентам это очень нравится. Вот сейчас я вам предлагаю поработать в группах. У вас в группах есть таблицы, в которых перечислены различные приемы и методы. Ваша задача – подобрать приемы и методы каждому этапу занятия. По специальности Елена Звягина – учитель начальных классов. В таком статусе вновь переступила по окончании педагогического вуза порог родной 42-й школы. Однако эта профессиональная ступень была стартовой. Когда я переходила работать сюда, конечно же, думала, ну как же, бросаю детей с детьми, всегда так интересно, весело. Но потом, во-первых, я поняла, что студенты, они от детей недалеко ушли. То есть они такие же веселые, они такие же жизнерадостные, они такие же интересующиеся всем. А во-вторых, из школы-то я не уходила. Я продолжаю руководить практикой, причем базовая наша школа 42-я. То есть я точно так же сотрудничаю с этой школой. Я вожу студентов на практику и в коррекционные классы, и в общеобразовательные классы. Ну вот, в частности, очень часто мы бываем на практике, мои первые учительницы. Вот наша задача – узнать характеристику методов и приемов и научиться подбирать методы и приемы к этапам занятия. Предлагаю также поработать в группах дальше. Задача ваша следующая. Вам нужно будет подобрать характеристику к тем методам и приемам, которые прописаны в вашей таблице. У вас есть карточки с характеристикой этих методов и приемов. Ваша задача – соотнести и вклеить в таблицу характеристику этих элементов. Всем работать удобно по-разному, но лично мне в таком формате достаточно комфортно, потому что можно обменяться опытом со своим соседом и помочь друг другу. Так информация тоже усваивается гораздо лучше. Технология проблемного обучения. То есть это та технология, которую я использую на занятиях, а потом студенты, копируя, скажем так, меня, они могут применить и в своей педагогической деятельности, потому что современное образование в школе, оно предполагает именно проблемность, когда ребенок активен, когда ребенок не слушает то, что ему дает учитель и запоминает, а именно самостоятельно добывает информацию, когда он становится исследователем, когда он добывает информацию из разных источников. Ну что ж, давайте теперь проверим то, что у вас получилось. От каждой подгруппы выходит по одному человеку по цепочке и соединяет на доске методы и приемы с их характеристикой. Лабораторная работа с использованием робототехники. Робототехники. Это проведение учащейся по заданию учителя опытов с использованием приборов, инструментов и других технических приспособлений для изучения явлений с помощью специального аппарата. Угу, соединяй. Педагог – тот, кто ведет детей, а значит, человек этой профессии должен быть минимум на шаг впереди своих подопечных. Применять информационные технологии в учебном процессе давно не новинка сферы образования, но учителю необходимо опережать быстро осваивающих умную технику учеников. Елене Звягиной это удается легко и непринужденно. Это педагог, который идет ногу со временем. Если говорить о сегодняшних требованиях к уроку, это использование информационных средств, это присутствует в обязательном порядке, и она у нас всегда, в общем-то, старается найти такие формы работы, которые являются нетрадиционными. Елена Анатольевна отличает такое очень необычное сочетание консерватизма и новаторства одновременно, потому что ее новаторство, оно всегда опирается на те базовые ценности, на те основы, которые заложены уже с течением времени и истории. У нас появилась новая специальность коррекционная педагогика в начальной школе, и Елена Анатольевна активно включилась в работу по подготовке студентов в данной отрасли. Еще до ковидного времени Елена Анатольевна, одна из первых, создала свой собственный преподавательский сайт и успешно работает с сайтом, и, в общем-то, получаем от студентов только положительные отзывы. В Ульяновской области к 23-24 учебному году создано 18954 дополнительных места. Открыто 38 мастерских в колледжах и техникумах, обновлена материальная техническая база в шести коррекционных школах. В 80 сельских школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Вика, идем. Громко. Итак, прием два портфеля. Ученику предлагается классифицировать качества, распределить их позначивость, характеристики, роли занятий и тому подобное. Прием светофор. У каждого ученика имеются карточки трех цветов – красный, желтый, зеленый. Все это просто чаще показывают карточками сигналы, обозначающие их понимание или непонимание материала, оценку работы. И последний. Стимулирование интеллектуального затруднения человека, возникающего в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс, действительность, не может достичь цели, известный и неизвестный. Это создание проблемной ситуации. Так, ну что ж, мы с вами выполнили решение первой задачи. Мы подобрали характеристику к методам и приемам. Повторили, да? Ну, у кого-то получилось, у кого-то были какие-то недочеты, я думаю, вы их исправили. Несли исправление? Несли. Вторая задача у нас какая с вами была? Да, теперь мы должны научиться подбирать методы приема к этапам занятия. Я предлагаю вам посмотреть фрагмент факультативного курса «Геометрия вокруг нас» у МК «Школа России» в четвертом классе. Это внеурочное занятие. Представители от каждой группы, шесть человек всего, прошу сюда. Вы будете выступать в роли детей. Детей четвертого класса. Остальные все будут экспертами. Я буду вам называть этапы занятия, а вам нужно будет, естественно, каждому в группах уже определить, какие приемы вы увидите и методы в рамках вашего этапа занятия. Это сложная роль? С одной стороны, да, потому что ты должна представить себя в роли маленького ребенка, четвертый класс, и выполнять задания, которые ты и так уже знаешь, что это правильно. Но надо показать экспертам то, что как ребенок должен это все-таки усвоить и понять. Поэтому это с одной стороны, да. Но экспертам тоже быть трудно. Мы бываем и в роли экспертов, и в роли школьников, потому что эксперты должны анализировать работу других людей. И это тоже достаточно трудная сторона. Сегодня на занятии я предлагаю вам побывать в роли исследователей. Ну, а настоящий исследователь все свои документы, разработки хранит где? Портфели. Портфели. Предлагаю вам наполнить эти два портфеля. В первой положим те качества, которые понадобятся исследователю. Назовите, какие качества понадобятся исследователю по цепочке? Трудолюбие. Трудолюбие. Бой, знаете. Так. Ага. Ответственность ему понадобится? Понадобится. Терпение. Терпение. Смекалка. 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 Внимательность. А во второй портфель давайте положим качества, которые могут помешать настоящему исследователю. Какие это качества ему могут помешать? Лень. Так. Ну, еще какое качество может помешать? Безответственность. Безответственность. Так. Отсутствие интереса. Отсутствие интереса. Отсутствие интеллекта. Так. Или отсутствие нужного уровня знаний. Да? Еще. Нетерпеливость. Сонливость. Сонливость. Лень. Да? Лень. Какой портфель мы возьмем с собой? Первый или второй? Первый. Первый. С теми качествами, которые нам понадобятся. Помогать нам сегодня будет робот Робби. Еще когда моя мама работала в школе, сейчас она на пенсии, а я была ученицей этой школы, она каждый раз к урокам мне говорила, «Леночка, пожалуйста, нарисуй мне персонажей, мне нужно сегодня на уроке использовать сказку «Колобок». Нарисуй мне всех персонажей». Вот я и рисовала лису, колобка, зайца и так далее. И это как-то перешло. То есть игровые персонажи, которые я когда-то готовила для своей мамы, я стала использовать потом у себя на практике, когда обучалась студенткой, была в педуниверситете. Ну и сейчас то же самое, я рассказываю студентам о том, что они могут использовать, какие игровые оболочки, они их используют уже в школе. Во время занятия мы с вами будем работать в парах и в группах. Я предлагаю вам вспомнить правила работы в паре и группе. По цепочке. Первое правило, называй. В группе или паре должен быть организатор. Второе. Должны все. Так. Каждый марш выясняет свое мнение. Один говорит, остальные слушают. Обсуждается каждая версия. В группе или паре согласуется общее решение. Спасибо. Уважаемые эксперты, это была организация начала занятия. Переходим ко второму этапу занятия. Вводная часть. Ребята, поработаем в группах. Две группы. Первая. Айгуль, ты здесь. И наша вторая группа. У вас есть задание. Робби. Робби предлагает вам выполнить задание. У вас есть инструкция. Работаем по инструкции. Достаем из файла. Это задание для вашей группы. Тоже есть инструкция. Работаем строго по инструкции, выполняя поочередно каждое действие. Первая группа. Вам нужно поработать с чем? С ножницами. Робби предупреждает, что нужно соблюдать технику безопасности. Вторая группа. Вам нужно работать с чем? С красками. С красками и кисточкой. Поэтому вы работаете строго на клееночке. Итак, выполняем задание. Не забываем сделать вывод. Такие форматы у нас иногда проходят. Прием наглядности как раз таки, когда одни смотрят, а вторые смотрят и анализируют. А другие показывают на своем примере и воспринимают, а потом могут воспроизвести уже на практике. Так, ну что, группы закончили работать. Предлагаю представителям от каждой группы озвучить, какую работу вы выполняли и какой вывод получили. Пожалуйста. У нас была бабочка, нам нужно было расскажить по половине сгибы и записи по фонтуру. Вывод мы сделали, что половины получились одинаковыми. Одинаковыми, покажите. Да. Так, вторая группа. Надо было сложить лист бумаги пополам по линии сгиба, потом развернуть его, раскрасить солнце желтой краской, сложить лист по линии сгиба, прижать их в обе части листа и развернуть. Потом мы сравнили и получили вывод, что половинки получились одинаковые. Так, показываем, демонстрируем. Что ж, мы выполнили первое задание робота Робби. Мы увидели, можно сказать, зеркальное отражение. Да. Да, то есть у нас половинка солнышка как в зеркале отразилась, и половинка бабочки тоже отразилась как в зеркале. А как вы думаете, как называется такое зеркальное отражение в математике? Наверное, это симметрия. Так, а вы уверены, что это именно такое название носит? Нет. Вот один человек предположил, остальные не знают. Мы с вами исследователи, да? Поэтому мы должны поставить цель нашего исследования. Какую же цель мы поставим? У нас какое название носит АП. Да, какое название у зеркального отражения в математике? Соответственно, цель – узнать, как называется зеркальное отражение в математике. А где мы обычно с вами ищем информацию, ответ на наши вопросы? В учебнике. Давайте откроем учебник. Вот он перед вами. Прочитайте про себя тему занятия. Прочитайте про себя тему занятия. Ну, легче нам не стало, да? Не стало легче нам. То есть ответ мы так и не нашли. Ну, а если появилось новое понятие, то, о котором нам Марина сказала? Если в учебнике мы не можем найти ответ, мы с чем работаем? Со словарем. Со словарем. И у нас с вами есть словарь. Переверните. Вот, вот у вас. Работаем в парах. Так, как вы сидите в парах, первая пара ваша, вы находите, как правильно произносится это новое для нас слово. Вторая пара, Даша Айгуль, находите, с какого языка оно к нам пришло. Ну, и третья пара, что же это такое? Тему я взяла специально такую, которая может вызвать затруднения и, в том числе, и у студентов. Потому что не всегда наши студенты вспоминают то, что было когда-то в школе. То есть они уже это подзабыли. Они, может быть, когда-то это пропустили мимо ушей. А это то, что им необходимо знать в работе с детьми. Поэтому, естественно, мы с одной стороны повторили материал. И для кого-то действительно это было сложно. Итак, представители пар озвучивают результат своей работы. Как же правильно произносится это слово? Произносится правильно симметрия. Симметрия. Да, давайте произнесем хором. Симметрия. Из какого языка пришло это слово? Слово симметрия пришло в русский язык через польское симметрия, из латинского симметрия, от греческого симметрия. Так, значит, первоначально из какого языка? Из греческого. Из греческого. То есть это слово греческое. Что же такое симметрия? Симметрия или отражение зеркала – это относительно плоскости в пространстве, относительно прямой на плоскости. Правы ли мы были, когда говорили, что зеркальное отражение – это и есть симметрия? Да. Ну, посмотрите, тема-то у нас с вами как звучит? Осевая симметрия. То, что симметрия – это зеркальное отражение, мы выяснили. А нам сегодня нужно узнать, что такое осевая симметрия. Давайте поставим задачи на это занятие. Продолжите фразу «я узнаю, я научусь». Я узнаю что? Что такое осевая симметрия. Осевая симметрия. Я научусь находить осевую симметрию. Еще, изображать, использовать, изображать симметричные фигуры. Мы научимся находить симметричные фигуры сегодня. Мы научимся изображать симметричные фигуры. Студенты перевоплотились в детей, а вы даже, я не знаю, Вольно или невольно перевоплотились в учителя начальных классов. Это так и задумано или у вас само собой это выходит? Вообще-то это выходит само собой, потому что в данном случае я вижу перед собой уже не студентов, а детей четвертого класса. Конечно же, меняется интонация, меняется позиция. Вы видите, я даже сама за собой это стала замечать. Вот поставить, пододвинуть, волосики поправить. Это действительно так, я меняюсь. Это и есть мастерство педагога – говорить с ребенком на понятном языке. Какие бы серьезные темы не разбирались на уроке, сколь продвинутыми бы не были вспомогательные средства. Сделать образовательный процесс доступным для всех – миссия настоящего учителя. Это была вводная часть занятий, уважаемые эксперты. Переходим к третьей части, к основной. Итак, первая задача. Еще раз ее озвучьте. Что нам нужно узнать? Что такое осевая симметрия? У вас в папочках, мы работаем также в группах, находятся изображения. Достаньте их. Ваша задача – ответить на вопрос, симметричны ли изображения. Одно это просто, чтобы вам удобнее было работать в паре. Симметричны ли эти три изображения? Причем, посмотрите, у вас есть какие-то синие линии. Нашли их? Вот робот Робби задумался, что это за линии такие. Для чего они вообще там нужны в этих изображениях? Видите, у него появился вопрос. То есть, ваша задача – выяснить, симметричны ли эти изображения. Вспоминаем, что симметрия – это зеркальное отражение. И дать ответ на вопрос, а что же это за линия-то такая? Ну что ж, первая пара. Пожалуйста, симметрично ли у вас изображен цветок? Ну, симметрично, да? Да, симметрично. А как вы это установили? Что вы сделали, чтобы узнать? Развесность согласия полам. Так. На сеть и стороне сеть, на сеть и заболевание будет симметрично. Так. У вас конфета? Симметрично. Что вы сделали, чтобы это узнать? Согласия полам, по линии. По линии. Так, у вас кораблик симметричен? Да, симметричен. Что вы сделали? Мы тоже с одной стороны. Так, а что это за линия такая? Линия осевой симметрии. Так, предположение, опять же, да, что, скорее всего, это какая-то линия осевой симметрии. Где мы, опять же, ищем с вами ответ на вопрос? В учебнике. Для закрепления знаний и заполнения пособия пригодится как самим студентам, так и товарищам. А теперь я предлагаю вам оценить себя с помощью светофора. Светофорчики у вас есть в ваших папочках. Достаньте их. Красный сигнал поднимите, если вам трудно и нужна помощь. Желтый, если, понятно, не все, нужен совет. И зеленый, если все понятно, цель достигнута, и можете даже помочь другим. Поднимите и покажите нам. Так, у всех зеленый. То есть вы понимаете, что такое осевая симметрия, что такое ось симметрии. Учитель ставит оценки ученикам, а самые строгие – себе. Научиться оценивать собственные результаты – профессиональная необходимость. Вторая задача, Зина, напомни, научимся находить симметричные фигуры. Я вам предлагаю провести исследование. Работайте также в парах. Первая пара ищет симметрию в природе. Вторая – в архитектуре. Третья – в русском алфавите. Помощь группам исследователей – заранее приготовленные пособия. И то, что может послужить осью – линейка либо карандаш. Благодаря таким заданиям студенты вспоминают, как дети открывают для себя законы науки, по которым живет окружающий мир. Первая симметричная звук – это А, у нее одна ось симметрии. Так. Вторая буква – это буква Е, у нее тоже одна ось симметрии. А проверь-ка букву В. У нее чаще всего верхний и нижний круг разного размера. Так. Правильно. Ну и самое сложное – самому создать симметричное изображение. Ребенку для этого нужно приложить усилия студенту быть внимательным. И это уже индивидуальное задание. Это была основная часть занятия. Теперь последняя, заключительная часть занятия для вашей группы экспертов. Робби, вы знаете, что он занимается техникой, любит создавать роботов. И вот он решил создать гоночный автомобиль. Но что-то он у него как-то странно ездит. Не получается ему действительно его разогнать до нужной скорости. И он просит вас помочь ему. Поможем? Да. Поможем. Ну что ж, робототехникой мы с вами уже занимались. Вы знаете, что должна быть программа. Программу мы уже составили. Робот у нас уже готов. Что нам нужно сделать? Его? Включить. Выходите, включайте. Робототехника – еще одно современное веяние в образовательном стандарте начальной школы. Умение пользоваться различными устройствами же – составная часть демонстрационного экзамена, который проходят студенты. По прямой едет робот, Дин? Нет. Не по прямой едет робот. А как вы думаете, почему? Из-за чего? Колеса. Колеса. Так, колеса. А давайте посмотрим. У нас машина должна быть симметричной. А машина симметричная? Нет. Нет, не симметричная. Что нужно сделать? Колеса. Поменять колеса. Давайте как на Формуле-1 будем менять колеса. Автомобиль едет. Здание не заваливается на бок. Полезное знание получено в случае студентов, освежено в памяти. Мы с вами научились и находить симметричные фигуры, и изображать симметричные фигуры. Давайте оценим себя, результаты работы на занятии. Поднимите карточку. Так, зеленая карточка у всех. Это дело привычки, наверное. Поэтому в самом начале трудно. А затем уже привыкаешь и можешь объективно себя оценивать. Мы узнали какие-то новые методики. До этого мы не использовали два портфеля, например. И сегодня мы как раз посмотрели, как это можно организовать. Здесь вы увидели как бы урок в уроке, шкатулку с секретом. Когда в ходе моего занятия со студентами мы также создавали проблемную ситуацию. В данном случае была ситуация с затруднением. Когда я им предложила задание, которое они выполнить не смогли в силу того, что им пока не хватает определенных знаний и умений. Благодаря этому они сформулировали проблему и поставили цель урока. А затем я им показала, как эту же технологию можно использовать во внеурочном занятии с детьми. Удалось, наверное, повысить их уровень как в плане содержания именно по начальным классам материала и содержания общепедагогического. А над чем поработать? Ну, наверное, больше использовать способов работы в группах. Может быть, в этих группах дополнить работу не просто вот они совместно находят те методы и приемы, а может быть, еще и выбирают для себя самые интересные и, может быть, дополняют своими какими-то методами и приемами. То есть вот в следующий раз, наверное, это будут уже дорабатываться. Редактор субтитров А.Семкин